всем привет меня зовут наталья это мой блог netto bed блог о парфюмерии и сегодня вторая часть липых затестов от элы спасибо что прислала 20 парфюмов и вот у меня вторая часть с 5 по 10 я по 5 тестирую потому что 5 еще мозг как-то воспринимает здесь тоже будут цитрусы как и в первом когда я верещала господи цитрусы ничего не понимаю как их вообще я не разбираюсь цитрусах но уже и другие ароматы а вот дальше там следующий я потестировала 11 12 заранее там вообще что-то вообще очень-очень невероятное необычное ну да ладно цитрусы интересные вообще их надо изучать давайте начнем шестерка как я уже говорила здесь ответы лежат в отдельном таком пакетике я буду вместе с вами разворачивать пакетик уже опустил на 5 конвертов поэтому чтобы долго мы с вами не размусоливались а пока вы ждете мои реакции на шестой аромат я хочу рассказать вам что у меня появился телеграм-канал послушай переходите по ссылке в описании есть там будут и новости и обзоры я конечно план наполеоновские и новости парфюмерии и обзоры и всевозможные и хорошая музыка и вообще все для эстетов любителей прекрасного гедонистов вот так вот подписывайтесь в описании это первый аромат шестерка здесь апельсиновый цвет однозначно я чувствую но может конечно ошибаюсь апельсиновый цвет или не роли вот что-то из этого цитрусы а по раскрытию они становятся чуть помягче по ваниль не в конце могу предположить что есть ваниль но в основном вот апельсиновый цвет у меня прям в голове если я научилась его вычленять это он апельсиновый цвет не роли в чистом таком звучание без ретро нотки которые иногда присущи апельсинового цвету такая прям свежая прекрасная нотка чистая еще раз скажу чисто я мне на мне знать как у меня есть сейчас orange chic от кастель божак и в принципе она похожа ну то есть прям прям очень похожа но у orange chic у него длительность мне кажется поменьше чем у этого аромата хотя честно говоря вообще все что касается цитрусов что вы покупаете не что масс-маркет но цитруса это сам по себе такая нота которая очень диффузная она очень быстро улетучивается исчезать в конце вот этот мягкая база я не могу понять что здесь здесь но не ваниль откровенной потому что на ваниль она как-то тяжело звучит в парфюмерии но вот что-то такое прям мягко ванильно-пудровое есть давайте по цене как я уже говорила в предыдущий раз и она мне сообщила что я не знаю эти ароматы это все это ниша и все это что-то такое чего я не знаю из каких-то марок может быть вот есть марка такая parfum agua ну в общем она такая итальянская профума офишали профума что ли в общем она итальянская на тему всяких колоний вот может быть там таких цитрусово вообще аквадепарма немножечко напоминает но как бы я знаю этот бренд вряд ли его мне могли подсунуть нет нет все-таки здесь есть такая легкая деколонная нота которого аквадепарме я не слышу не знаю может опять пергием который в прошлом за тесте был достаточно активно использовался так открываем с вами первый конверт первый конверт он с разбитым сердечком почему не с разбитым а с черно-белым сердечком вот таким вот у меня пока не идеальный маникюр не могу вам показать близко в общем там сердечком видимо какой-то любимый аромат элла бобо карнер барселона но я просто говорю пить карнер барселона зачем вы делаете что-то не древесное это не ваша тема ладно бобо карнер бергамот мандарин черная смородина африканский апельсиновый цвет тоже себе галочку ставлю что научилась его вычленять ландыш индийский жасмин мускус ветивер амбра мускус но мускус я просто не знаю что же так амбры да наверное амбра так заслачивается очень приятно на самом деле заслачивается приятно принципе если говорить о колонях неплохой неплохой колоний но такой знаете я говорю вот у меня оранжи кастель божак по качеству звучание то же самое ну вот а этот скорее всего стоит ну хотя сейчас корни барселона не так дорого стоит стоит порядка наверное 7 за сотку наверное где-нибудь 7 8 за него предлагают а тот же самый кастель божак стоит за сотку сейчас на скидках 4 поэтому думайте сами решайте сами иметь или не иметь семерка семерка очень интересно она звучит ой как хорошо с бумаги то с руки быстрее разогревается проходит первый старт он такой холодный озоновый альдегидный какой-то чуть сладковатый аля какие-то может быть даже белые цветы но знаете такие аля ландыши может быть такой чистый пронзительный запах цветов воде холодный морозный и в то же время мягкий приятный я такие вещи люблю но в раскрытии появляется опять этот мужской крем для бритья я предполагаю что это ветивер наверно так играет я буду я буду делать ставку на то что в базе есть кедр ветивер вот кедр ветивер могут так могут так звучать предполагаю что здесь есть какие-то специи аля может быть мускатный шалфей может быть мускатный орех может быть ну вот они вот именно такую тоже дают такую терпкую историю вообще он странный он если вот брать на бумаге мне он нравится потому что он отдает какой-то запах чистоты может быть ножичка мускуса чистоты мускуса и цветов но я уже слышу вот эту одеколонную нотку я знаю что на горячей кожи даже на моей коже она проявляется достаточно быстро на горячий она появится сразу и на вас появится мужской такой дезодорант скорее всего я предполагаю что это все-таки ветивер я недавно тут слушала ветивер ориенталит лютанцы вот он на мне такой вот одеколон в то же время скорее всего если у вас очень горячая кожа эта история тоже пройдет на вас останется хороший ветивер такой чуть табачный с кислинкой может горчинкой на мне останется ветивер в основном я поняла что на холодной коже к сожалению большей части ветивер если его пытаются обыграть как горький такой какой-то цитрусовый он становится мужским одеколоном не знаю может быть это тоже сделали карнер барселона и это что-то опять из вот этих вот голубых флаконов мне мне кажется что идея очень хорошая но я не скажу что это прям какой-то бренд который очень заморочился вот у меня есть такое предположение это не тот бренд который прям сильно заморочился почему-то у меня так то есть это не какая-то прям редкая крутая ниша ческом делать какой час оскорблю точно не какая-то редкая крутая ниша который вот прям знаете высшее качество просто лучше из лучших что-то не такое мне кажется и так берем семерочку открываем на ваших глазах смысле вот не на ваши глаза серьезно ребят но все кто мечтал услышать от меня отзыв на этот аромат вот он он ганимед это прям как бы кору встретить вот просто вот у меня сейчас вот это будет потому что ганимед это то что сейчас покорила всех и почему мне все наташа вы слышали ганимед вы слышали ганимед что это это правда что-то интересное ли какое-то какое-то так минеральные минеральные ноты лист фиалки итальянский мандарин вот здесь прохлад такой дает минеральные ноты ребята это вообще не стоит того почему люди как же мне не нравится то что создают вот этот искусственный ажиотаж вокруг какого-нибудь аромата а на самом деле он ребят намного почему распивщики не занимаются alfactive studio ну вот просто я имею ввиду они создали такой ажиотаж вокруг этого аромата в котором ничего такого сверхъестественного нет ну хороший нормальный аромат но я не скажу что он какой-то прям вау все-таки бакара ну вот давайте не будем делиться сейчас на лагеря воинствующих но для меня бакара все-таки яркий красивый аромат для тех кто не слышит там и вернил да и тех кто не слышит там бинты он необычный это сочетание хвои и клубники которая покорила людей это было что-то действительно яркое он заявляющий о себе он мощный здесь аромат особенно не такой прям ничего нового ничего какого-то сверхъестественного так я отвлеклась бессмертник страны я не слышу здесь мой любимый смертник китайский осман душа фран замша аки голову ты знаете я скажу что вы ничего не потеряете если вы не послушайте этот аромат я вам правда скажу ничего не потеряйте те кто не может достать этот аромат в распивок не страдайте ничего не терять восьмой парфюм значит восьмерка тестирую меня такой тут золотой листик который кому-то может показаться не золотым а какого-то неприятного цвета но я называю этот цвет золотым для меня он какой-то золотой восьмерка ага восьмерка вот восьмерка меня заинтересовала кстати восьмерке есть есть приятно такая мне кажется миндальная какая-то сладость сладость вот какой-то он такой знаете калья аля какой-то ванильный ванильно лимонный десерт такой мягкий такой но не знаю действительно крем какой-то ванильно лимонный крем но не такой как на эти лимонный керт или вот зару мне недавно был там что-то там вечеринка в париж или как-то назывался где просто сногсшибательный какой-то гурманика который прям даже раздражает здесь он очень красивый. Вот я, кстати, такой аромат я бы, наверное, носила как гурманику. Все-таки я чувствую, что здесь есть ваниль, либо зефир, либо взбитые сливки, вот, либо пломбир. Вот какая-то такая, не ваниль, наверное, вот скорее все-таки молочная такая легкая сладость. Есть, мне кажется, миндаль, и есть, мне кажется, тоже нероли, либо апельсиновый цвет. Вот красивый аромат, вот прям красивый, хороший, хороший аромат, очень хороший. Он такой, знаете, вот сбалансированный, мягкий. Хочу сделать, наверное, предположение, что это вот прям какой-то очень хороший, такой качественный бренд. Почему распивщики не занимаются Alphactive Studio? Он уютный, мне кажется, он очень хорошо будет весной звучать, да и зимой сейчас хорошо, потому что в нем удивительно сочетается вот легкая цитрусовая такая звонкость, да, и в то же время мягкость. То есть, с одной стороны, он будет и заявлять о себе зиму, и поднимать настроение, а с другой стороны, не будет свербить, да, вот этими какими-то всплесками цитрусовыми, а будет скорее потом укутывать каким-то молочным таким кремушком. Вот хороший, я бы, наверное, все-таки предположу, что, ну, давайте предположу, что здесь, а так, какая цена, да, ну, давайте предположу, здесь не написано цены, давайте предположу, что где-нибудь я бы отдала бы, да я бы 12, ну, 12 за сотку на таких сайтах, а так 18 за сотку я бы отдала бы за этот аромат. Стилайф Индрио, серьезно? Подождите, я его помню другим. Альф Эктив Студио, ребят, я только что, это смешно, ребят, я не знаю, что здесь лежит, я открываю при вас, вот, открываю. Я только что посоветовала вам обратиться к Альф Эктив Студио, вот, пригними, блин, это вообще, это просто, это реально, что, это не подстава, это не шоу, ребята. Я посоветовала вам обратиться к Стилайф, к Альф Эктив Студио, и вот Стилайф Индрио, следующий аромат, который я сказала, что вот это хорошо, вот это хорошо. Я, я, серьезно вам, это не подстава, это просто знак с небес сейчас был. Ребята, распивщики, те, кто активно продвигает парфюмерную моду в массы, как бы это ни звучало, ну, вы действительно формируете часто у людей мнение, потому что одно дело профессионалы, а другое дело и смотрят их в основном парфлюбители, а другое дело, что те, кто распивает парфюмерию, зачастую покупают люди, которые не парфлюбители, а только начинают ими становиться, и они считают, что самое классное, это, и интересное, это цветок, да, флёр, наркотик, это бакара, и это ганимет, а на самом деле, вот, идет аромат Стилайф Индрио, ладно, давайте, юзу, лимон, имбирь, мята, мандарин, в бай, а, вот кокосовое молоко, ну, я говорю, какая-то молочная нота скорее, кокосовое молоко, здесь такой мягкий перец, черный-белый, ром, капаба, капаба, такой, не знаю, капайба, короче, какой-то бальзам, и замша, очень хорошо, я даже, вот, говорить не буду, потому что это очень смешно, потому что я до этого сказала, обратите внимание, мне даже сказать нечего, я, мне кажется, все сказала до этого, сама того не подразумевая, ребята, я, я, серьезно, подстав никаких, девятый аромат, я помню, что девятый и десятый меня вызвали неоднозначные впечатления, объясню, почему девятка, я прям даже помню ее, потому что у меня вот тут потекла чуть-чуть, и я не вижу, что это девятка, но я знала, что это девятка, у меня в отдельной коробочке лежала, поэтому, а так он расплылся, девятка, мне кажется, это мимоза, почему, потому что для меня мимоза, и вот, знаете, мимоза и липа, у меня создает какое-то тошнотворное ощущение, я не люблю эти ноты в парфюмерии, они меня вызывают реальную тошноту, вот, у них есть такой сладковатый, зеленоватый тон, который неприятный, вот, есть приятный, а у них неприятный, сладковатый, зеленоватый подтон, это для меня лично, я сейчас не говорю ни про кого, причем, вот именно если зеленый, тут есть зелень, водные ноты, я думаю, что мимоза, ну или, или, фу, вот, причем, как вам сказать, аромат красивый объективно, я скажу, что он хороший, он хороший, он красивый, кто-то его с удовольствием будет носить, это лично мое фу, Причем, может быть, с чужого человека, услышав шлейф, я скажу, вау, что за красота. Но на себе я носить такое не могу. Поэтому я предполагаю, что здесь все-таки мимозы есть. Есть здесь, так еще раз, зеленые водные ноты. Цветы какие-то, но такие... Нет, здесь нет активной розы. Мне кажется, нет. А может есть чуть-чуть? Не знаю. Зелень, роза. Нет, не знаю. Но есть у меня впечатление, что есть все-таки мимозы, что вот какие-то зеленые ноты в базе тоже что-то типа кедра, может быть. Может быть, немножечко мускуса, но вот как-то так. Я почему-то делаю так цель, что здесь, типа, ну, как бы... Вот сейчас узнаю, что это за нота, что здесь основополагающая нота. Вокруг все строится. Либо мимоза, либо липа. Вот что-то такое. Я определила. О, девятка опять с разбитым сердцем. Наверное, один из любимых ароматов. Поэтому он, так вот, тоже подрисованный сердечком. Итак. А, мажда бекали. Атит лан ноэм ноэм. Не знаю, честно говоря, что это. Мадагаскарский ланк и ланк, мимоза. Я же сказала, почули амбра, древесные ноты, мускус-бурбонская ваниль. Вот она, мимоза. Безошибочно уже определяю ее, честно. Вот вообще просто. Я рада. Я с собой начинаю быть доволен на этом слепом затесте, если честно. Потому что я думала, что... Я прям однозначно взяла, говорю, это мимоза, наверное. Вот все. Я поняла, что все, что с мимозой, будет не мое. Вот это мокрая мимоза, не сухая. Вот сухая мимоза есть, например, ванильгеталь. Мокрую мимозу я прям ненавижу. Итак, последний аромат. Десятый. Десятый аромат. Это тоже колонь здорового человека, но не меня. Потому что здесь яркие цитрусы. Здесь леденцы лимонные. Здесь такая прям какая-то, знаете, история терпкая и резкая. Тут точно есть, я думаю, лимон, лайм, грейпфрут, не знаю, бергамот. Может быть и грейпфрут. Очень яркие цитрусы. Большой состав цитрусов. Терпко, кисло, горько. Колонь. Такой хороший. Имеется в виду колонь не по концентрации, а по состоянию души. Яркие, брыжущие, скорее всего, итальянцы. Прям вот у меня какое-то однозначное впечатление. Все-таки британцы в колониях больше делают акцент на травах, на прохладе, на вот это ощущение автошеев, да. Ощущение цирюльный. Здесь все-таки, мне кажется, итальянский характер. Потому что слишком ярко. Если у них даже, если одеколон, то это прям умри все живое. Мы убьем вас цитрусами. Поэтому я считаю, что это итальянцы. Я бы не дала бы за это очень дорого. Просто потому что я не скажу, что это какая-то первичная вещь. Это вторичная вещь. Ну, в плане что-то такое прям универсальное, необычное. И, знаете, что еще сказать, да? Что, наверное, ну, я бы не дала бы много. Я не скажу, что это очень дорогая марка. Хотя, может быть, кстати, дорогой. Я пока держу в руках, еще лист не открываю. Вот он у меня десяточка. Я думаю. Ну, ладно, давайте начнем. Давайте все-таки посмотрим, что это. Нероли и Грейпфрут Витивер Зелинский Роузен. Ну, да, это недорогая Нероли и Грейпфрут Витивер. Всего три ноты. Это недорогой бренд. И, в принципе, ну, как сказать, недорогой, по-моему, его можно купить недорого, если не ошибаюсь. Но он в последнее время стал очень распространен. Бренд с таким интересной историей. Поговаривают, что это на самом деле наши мастера, которые косят под Израиль. Тут покажется, если я не помню. Ну, если я правильно помню. Ну, указано, что это страна происхождения. Но на самом деле говорят, что кто-то из наших народных умельцев. А так, конечно, не могу точно сказать. Вот такой вот был обзор. Берите на заметку те, кто любит цитрусы, мягкие цитрусы. Ребята, берите на заметку те, кто хочет подтестировать ганиметы. Поймите, надо ли оно вам или нет. Берите на заметку те, кто не знаком с Ulfactive Studio. Я просто призываю вас. Там очень интересные ароматы. Особенно в старые. Не вот эти шоты новые. Но они тоже хороши. Но самый первый автопортрет, черная комната, белый свет Lumiere Blanche, который у меня есть, флэшбэк, омбра индиго, клоузап. Все эти парфюмы очень универсальны, интересны. Здесь вы найдете весь спектр ароматов. При этом они очень стильные, понимаете. Там гурманика стильная, там хвоя стильная, там кожа, шамбернуар. Это одна из лучших кож, которую я слышала. Настолько она стильная, аккуратная. Это вот прям вот, прям вот просто моя рекомендация вам. Я просто вот, как говорит Лена Косметан, я призываю, я заставляю вас. Вот я призываю просто обратить внимание на эту марку. Все. Вот такой вот был слепой затест. Пишите, как вы думаете, справилась ли я. Ждете ли вы продолжения 11-15 ароматы. Спасибо большое еще раз подписчице моей, Эли. Спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Помните, что мир полон необычных ароматов. Никогда не гречись малым. Всем пока.